Итак, теперь наша цель – озеро Блэд. Из постойной ямы мы направились в Придьямский замок. Он находится всего в 10 километрах. Мы не могли не посмотреть его. Замок построен в 1583 году и прикрывает вход в гигантскую пещеру. Этим замком в 15 веке владел Иразм Ямский, где он и погиб из-за предательства своего слуги. Стены оказались надежнее, чем люди. Возвращаясь из замка на трассу, мы увидели такое необычное кафе. В виде амбара с сеном мы не могли проехать мимо и остались выпить кофе и перекусить. Мы принесли словацкие гамбургеры. Гамбургеры оказались настолько большими, что половину нам пришлось унести с собой. А это парад ретроавтомобилей. Я не успела их снять на стоянке в нашем кафе. Итак, продолжаем наш путь к озеру Блэд. Мы едем в горы. Озеро находится на высоте 475 метров на дно уровня моря. Оно окружено высокими снежными горами, которые не пропускают холодный воздух и создают в долине особый микроклимат. Супер горы. Прямо у нас здесь. Мы приехали на озеро на одну ночь и остановились с целью экономии в маленьком пенсионе Пиберник, довольно далеко от озера. С отелем нам очень повезло. Я выбирала его на Букинг Ком совершенно случайно, но он оказался очень атмосферным, со славянским характером и колоритом. По-моему, похож на домик альпийских троллей. Что еще важно для автопутешественников? Бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi. Здесь все это есть. А это наш номер. Маленький, но уютный. В номере все есть. Все сделано аккуратно и с любовью. Кажется, что ты не в отеле, а в чем-то гостеприимном доме. Приятно, когда люди с душой относятся к своему бизнесу и к своим гостям. Забегая вперед, скажу, что когда мы выселялись на следующее утро, девушка на ресепшене подарила нам шоколадку. Это единственный случай за все наше длинное путешествие. За стенами отеля полное умиротворение. Поют птицы тишина и покой. Наш отель. Супер. Сейчас придет шашлык. На озеро мы поехали на машине. Паркинг нашли не сразу. Но вот, наконец, нашли 2 евро в час. На озере мы оказались уже около 5 часов. Съемки у нас, считай, вечерние. И картинки совершенно отличаются от тех ярких, красочных, которые мы видели в интернете. Но все равно он очень красивый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На таких лодочках возят туристов на остров в центре озера. Там находится часовня Успения, колокол желаний и сувенирный магазин. Вокруг озера можно прогуляться по длинному красивому променаду. Здесь находятся лучшие дорогие отели и рестораны. Субтитры создавал DimaTorzok Я выбрала неудачное место для того, чтобы записать рассказ о Брецком озере. Тут звучал оркестр, и перекричать их не было никакой возможности. Есть еще одна достопримечательность на Брецком озере. Это Брецкий замок. Он находится на 130-метровой скале. Туда можно подняться, и оттуда открываются красивые виды. Но мы уже опоздали, и замок был закрыт. Я показала вам Брецкое озеро таким, каким мы его увидели. Ни с ясным синим небом, ни с бирюзовой водой. Ну, нам так повезло. И даже этот лебедь почему-то оказался без пара. И что я тебе дам? Рыбка ты моя. Сама бы поела. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и путешествуйте вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!